Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание апостола Павла к Титум 3.10. Очень важная сегодня будет тема. Просьба остаться на собрание. Она будет там продолжена. Этот стих нужно знать наизусть. Он как эпиграф сегодня взятый. Еретика, после первого и второго вразумления отвращайся. Дальше. Зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Понимаете, что он-то этого не понимает. Взялся еще так еретиком. Нормально еще ходит в церковь, молится. Он еретик. И один только два раза можно его вразумлять. А больше нельзя. Отвращайся, иначе ты тоже заразиться можешь. Он развратился, будучи самоосужден. Он сам для себя судья, прокурор, следователь. Все вместе и поставил печать. Фот в церкви нет. Он от церкви отходит. Вот был такой святой агафон. Кроткий, смиренный монах. Ну и другие решили его монахи испытать. Какой он из себя. Давайте скажем ему, что он убил человека. И ты скрылся здесь в пустыне-то в нашей. А теперь разузнал, следствие это идет по следам. Сказали, он заплакал. Да, виноват. Господь открыл мои грехи. Монахи отошли. Да он нигде народился, считай, здесь. Прелюбодеем. С чужой женой был. Отбил. Заплакал опять. И они перебрали все грехи. Сегодня один, завтра другой там. Потом говорят, давай назовем его еретиком. Как только подошли и сказали, ага. А мы узнали, ты еретик. Он вытер слезы. Никогда. Тогда скажи, как ты мог согласиться с преступлениями, которых у тебя нет? Было. Посмотревшись с вожделением на эту красавицу, я прелюбодействовал уже. С пожеланием быть с нею. Ненавидя брата, я уже под идеалом лежал ночью и подумал, что бы ему повлазило. Уже с пальцев кровь капает. У меня было такое, я был недоволен однажды. Вы узнали, вам Бог открыл. А почему не еретик? Там слабость немощной плоти. А здесь умышленное отторжение от единого тела церкви под разными предлогами. Вот когда пишут, какие еретики, всегда описывают, какие они из себя страшные там. Но когда пишут о Барии, я нигде не считал, чтобы так говорили. Импозантные. Вы знаете это слово? Привлекательно выглядевшие. Он лишнего слова не говорил. Как он был одетый, какой жест делал. Но он был еретик. Первый век уже наполнялся еретиками. И до 8 века, до 7 Вселенского собора, в 787 году он был, 6 Вселенских соборов были посвящены только одной ереси. Отрицание Троицы. Арий провозглашал, что Христос, да, вот как сегодня свидетели Илью Говы говорят, другие, да, это хороший человек, человек, но не Бог. Учение о Троице занялось 7 столетий. Я посчитал, в общей сложности на соборе было полторы тысячи епископов. И сегодня кто-то пытается опровергать, но ты представь, что здесь же сидят эти, они живые, у Бога эти люди. Ну, такие, как святитель Христов Никола, вот его изображение. Эти люди у Бога известны, не только у людей. А что они говорили? Дальше, монофизитство. Монофилийство. Это вот армянская церковь, начальник обвиняли, сейчас не знаю, они отрекают, потому что у нас этого не было. Что одна воля, а мы говорим, две воли. Одна воля человеческая говорит, да минует меня щаше сия, а божественная покоряется, он Бога-человек. Впрочем, не моя, но твоя воля да будет. Сколько чудес в мире, их нельзя сосчитать, все чудесное. Но Господь говорит, не даст другого чуда, кроме одного, знамения Иона Пророка. Это самое высшее, но Сатана это слышал. Так, сын человеческий, как он был в утробе у кита, так сын человеческий в утробе земли будет. Проверить можно? Ну, конечно. Нам замыслы Сатаны не безызвестны, Павел говорит. И задача его поглотить, он как лев рыкающий ходит. И некоторые уже в пасть у него, в пасти, головой, он не понимает еще, что голова уже раздавлена почти. Но какой бы ни был человек, мы должны молиться. Я говорю о том, что постигло нас здесь. Я прошу не подходить, никому не спрашивать. Сохраните пока в себе. Он перешел, этот человек, все грани, и я там дальше закончу, о чем говорить. То есть самым настоящим, сто процентов, меритиком сделался. Сегодня ерести, главное, начинаются из чего? Иконы. Иконы идола. Баптисты с этого вначале, да? А я иконы сожгла, изрубила. И по порядку. Пятьдесятники иконы. А почему? Четко и ясно написано. Исход 20 глава. Определенный. Не делай никакого изображения. Ни того, что вверху на небе. Ни того, что внизу на земле, и что ниже земли. Вот у них это главный стих. Где в Библии сказано, чтобы иконы у нас были? И как у нас были, тут одновременно уходили. Ну, это все, знаете, это мнение Игнатия. Это не... То есть на меня все это валится. Я до времени терпел, а тут вижу... Ну, просто человек раскрылатился, дальше уже останавливать надо. Иначе его не будет. Он уже коснулся божественных канонов, коснулся общины, и общины никакой нету. Коснулся того, другого, третьего. И я знаю, если общины нет, молитвы общей нету. Община определяется общностью. Где? Мы знаем, о чем молимся. Знаем, где наши дети. Как с ними занимаемся. Собрание. Ну, возьмите даже... Самый главный собор страны. Храм Христа Спасителя. Возьмите Елоховский, который был до этого. Ну, и у нас здесь в Барнауле Покровский собор. Возьмем даже Никольский, Иоанна Богослова. Что делает, когда кончилось? Да, разошлись и все. У нас собрание. Мы знаем нужду каждого. Сестра специальная стоит, старшая сестра. Это и называется общность интересов. Мы договорились молиться. И у нас идут молитвы через каждые два часа. Я каждый раз спрашиваю, кто молится. Если человек не участвует ни в этом, ни в занятиях, нигде в поневоле, для нее общины нет. Но она там накладывает на всех, ее нет. Что община есть, признает не кто-то, а местная епархия. Метрополит, который сейчас у нас бывает. Доктор Богословия Бочков, который пишет о нас. Уникальная община. Патриаршия. Значит, человек берет на себя миссию, которая ему не дана. Итак, иконы. Повеление. Есть Божие или нет на них? Я главную ересь, которая сегодня поражает все секты на одной. В чем-то не разница. Вот ко мне заезжал этот Волкер, Жастас, это Иуст. Американец беседовали. В Америке 21 тысяча сект. Икон ни у кого нет. Ну нет икон. У вас иконы отбросили от церкви. Ну не только это. А что еще? Не могут сказать. И вот сейчас как? Краегольный камень. Новая секта сейчас у нас возникла здесь. Краегольный камень. Дальше. Следующая секта за ней. Идут и регистрируют их. Ограда Господня. Следующая. Щит Божий. Это все название. А другие. А я церковь Христа. Ну я Петров, там Акипин, а я Христов. Это же самое все повторяется. Здесь у нас в Барнауле. Кажется, в Новосибирске 68 сект разных зарегистрировано. Ну у нас меньше 48, кажется. Отдел юстиции регистрирует. И у всех. И нет икон. Нет. А почему что за ней вместе? Значит не это. Главное здесь. Это властолюбие. А почему церковь должна быть? А зачем? А что Христос сказал, церковь обосновал, основу, Евангелие от Матфея 16-18. Четко и ясно говорится об этом. Я создам церковь. Не церкви, церковь. И врата они одолеют. А что такое врата? Написано, еретики и гонители. Вот они главные разрушители церкви. А церкви нет, общины нет. Что это разрушение вторглась через дьявольскую пасть. Это дьявол говорит. Главное чудо воскресенье. И сразу же на этом сатана поймал. Нет воскресенья. Его украли. Дали денег. Это было солидную сумочку. Видно, чтобы воины все утихомирились. Мы вас спасем. Что вы скажете, что вы уснули. И все, если дело дойдет до начальствующего. Вы помните, Евангелие считаем от Матфея. Но дьявол на этом не успокоился. Он шесть столетий подыскивал, где ударить. И наконец он обольщает людей и говорит, а он и не умирал. Евреи не могли сказать, не умирался. Пальцев еще кровь капала. Здесь не умирал. И сегодня в это верят почти 2 миллиарда. И это не один день, не два, а тысячу триста лет. Это самая страшная ложь, на которую больше всего миллионы. Если так взять за эти годы, то миллиарды людей были захвачены. А неверующие в Сына Божия, как воскресшего, они не имеют надежды на спасение. Я как христианин считаю Библию. Мне не надо чужие считать где-то. Но я много с этими людьми знаюсь. На первом месте сразу. Он не воскрес. Он не был убит. Это распяли брата родного Христа. В Японии нашли даже, где он погребен был Христос. То есть сатана все силы бросает. А если он не воскрес, Павел говорит, мы еще в грехах. Вы понимаете, за что надо держаться? Освобождены мы от грехов. В крещении омыты. И человек, получивший прощение, нашедший нас, где мы по слову Божию. Он непрерывно сейчас видно, прямо подскребает. Где что сказали, что так это старообрядческий уклон, то есть соблюдение службы. Но ты же получил здесь крещение. Ты получил то, что Господь дал тебе, и ты нигде не мог найти. А что это означает? Я там засчитаю. Из интернета мне пишут. Почему мер никаких не принимаете? Я до конца молчал. Но вижу, дальше никак нельзя. Вчера сразу все в каких местах за границей. Это ваше общество такое творится. И сразу выставили знатоки. Шесть причин нашли. И какие послужили этого человека. Такого страшного падения. Отторжения. И если он это понял, он больше скажет, я никогда не приду. Это самый шаг, самая пропасть, куда сатана уже столкнул. Он будет, мы знаем, чтобы уйти, для того, что нужно. Ропот. Дальше. Таиться. И третий. Побег. И потерять. Если я эти ступени хорошо узнал, я говорю, первый это ропот. Что-то недодали, может быть. Виноватому. Я не знаю. У меня всегда с этим человеком хорошие отношения. Я знаю его доброту. Знаю внимание. Честность. Все. Многих занятий нет. В общей молитве нет. То есть самое главное, сатана от артерии отрубил. Ну а дальше стоял в конце, только пришел и сразу впереди всех. Я все это знаю. Мне не надо. Я 58 лет у ног Христа сижу. И знаю, так мало еще. Так мало. Хотя моя вера зафиксирована очень далеко и высоко. Но это может быть человеческое осуждение. Итак. Прочитаем еще раз. Как обращаться с этими людьми, если они уперто стоят на своем. Иритика. Иритика. После первого и второго вразумления отвращайся. Знаю, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужденным. Развратился, то есть развратитель. Это слово, если там есть, то это разврат. Разврат помутил мозги. Мы сейчас посчитаем несколько мест. Второе Иоанна. Иоанна 1,9. Одна глава там. С 9 по 11 стих. Мы считаем из Библии. Я поговорю брата, что он хорошо, ясно, четко произносит слова и находит. Но они рядом там. Второе Иоанна, 9 до 11 стиха. Я писал церкви. Но любящий первенствовать, у них диатреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами. И не довольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещая желающим, и изгоняет из церкви. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. То делает добро тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. Казней много. Когда я в университете вел занятия, я юристов испытывал. К нам приходили. До скорой Грифельна разделяю пополам. Ну и дальше говорю, какие. 10 сусок за что? Ну, такое-то, на вокзале не то сделал, может быть, заругался. Год. Ну, это, может быть, что-то своровал. 5 лет. О, это серьезно уже. Я говорю, а 10 лет? Ну, и дальше уже, даже если пожизненное было, или расстрел, понятно. А я пишу, живем в ад. Такой статьи нету. У нас нету, она есть в Библии. Число 16 глава. За отделение от церкви, от Ветхозаветни, дофана Вероной Кореи. Они стали говорить, почему они на доме властвуют? Чем их уже их? И этот человек говорит, зачем церковь? Можно дома сидеть, в Христа верить и все. То есть, это то, на чем сегодня все секты держатся. А зачем все это? Зачем? Церковь. Без церкви нет таинства, без рукоположения нет причастия. Когда ты в последний раз причащался, припомни. Когда ты на исповеди был, говорил ли я, ты или все таился. Вот он и теперь все вылазит здесь. И видно, что грамоты никакой нету, совсем. И которые у нас были, которые вышли, они на этом все засохли. Дальше не идут. У нас после них сокровищем наполнен весь зал. Это книги, я говорю о книгах, которые на весь мир разошлись. Ну, мы проехали 120 тысяч километров, 650 библиотек подарили. И отовсюду почти с разных стран поступает известие. Сейчас речь идет о переиздании, кто пожелает как. Община исчерпала себя. Выражения такие. То есть, у нас есть и в Потеряевке такой человек, сам ничего не знает. Он где-то фразы берет, а смысла им даже не знает. Что это, колодец или корыто какое? Община, за общину отвечать исчерпала себя. Если ты нигде не была, ничего не делала, такая ты осталась и сегодня. Которые были ревностны, они такие остались ревностны, как она исчерпала. Если хоть один человек трудится, остальные помогают, это все вместе. Мы что делали, никогда бы это не сделали. Брат отпечатывал. Сестры корректировали, смотрели. Так, в фотошопе кто помогал. Все наши, сколько у нас их программистов-то. Все участники. Другие там, брат он издавал какие приглашения. Университет, это община означает. Мы знаем общее дело. И бьет по самому месту сатана. Человек даже не понимает, что он делает. Не то, что сук рубит, он его отрубил уже. Как так? У нас были такие, которые против общины говорили. А там брат работает, наш Николай. Он пришел и говорит, она такое говорит. Она ушла, конечно, ничего нету, засохла, нигде нету. Она не может приносить плод, если лоза, сущок отвалился. Итак, 2 Фессалликистам 3.6 Значит, Диатреф не принимал Иоанна, запрещал других принимать. А кто он такой? По сей день никто не знает. Был пресвитер или знатный князь какой-то. Но был человек. Это Диатрефова 7. 2 Фессалликистам 3.6 Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. А у вас только на преданиях. А тут говорится, кто не по преданию поступает, отвращайся от них. Они развратители. Притом, предание никакое, это апостольское. А ты знаешь их? У церкви есть предание. А где написано, чтобы рукой креститься? Василий Великий говорит, все это мы получили от наших отцов. Крестное знамение. Воюет против креста. А что такое крест? В Ветхозавете было прообразом. Жертва нужна была? Да, нужна. Без жертвы ничего не делалось. А сколько? Мы сейчас посмотрим. А жертву куда вложили? На жертвенник. А Христос жертва? Да, огнец Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие от Иоанна 1.29. Куда вы положили? На крест и вознесли. И когда вознесен буду, все привыкут к себе. Это жертвенник. А там написано, освящайте 7 дней, жертвенник. И будет эта святыня великая. И кто прикоснется к ней, к Ветхозаветнему, из камней, осветится. Как не осветимся через тот жертвенник, который пропитан кровью Бога человека, который принял нас, который возлюбил нас. И сатана пытается это все разрушить? Повторяем об иконах. Если кто не знает. Они считают 20 главу. А 25 глава говорит, сделай изображение. Не просто сделай как-то. А что я тебе Бог показал? Проект Богом показан. Это люди восстают против Бога. Восстающие против Писания восстают против Христа. Слово Божие. Он так и называется. 2 Тимофея 3.5. Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Ведь внешне еще христианин, а на самом деле еретик. Бунтарь. А что ты сделал для общины конкретно? Привел какие-то души? Ну что-то еще. Ты пришел, все готово. Нам как трудно было все это, пока мы получили это место, где есть. И мы все нужды друг друга знаем. И что мы общину никто не отрицает. В Москве общину трудно найти. Но к нам приезжал Илгумен Сахаров в московском патриархате. А его храм, прямо метров 250, а храма Христа Спасителя. И вы видели как? У него община, настоящая община. Конечно нет. Он сознается, что нет изучения слова Божия. Но они все вместе. У него все идет по-старобрящицки. А у нас ничего тут старобрящицкого нигде и нет. Так он в московском патриархате. А мы-то вообще к ним не относимся. К русско-православной дорубежной церкви. И нас они не знают, что с нами делать. Наконец махнули рукой. Я даже слышал разговор, который был у патриарха. Даже я-то узнал. Господь делает. К слову сказать, о чем я говорил по отношению к себе. Оказалось, что-то не туда обратились. Брат, наш юрист, мне подсказал, что сегодня надо не прокуратуру, а, кажется, Следственный комитет, вроде так и называется. Ну и там есть, который специалист. И теперь пошли туда. Вчера передали, видимо, Следственный комитет сообщили. И уже пришел ответ, что получено. Дали в электронной версии. Они не принимают как. Теперь добейся, чтобы передать. Наши книги в подарок сделали Андрею Кощеву. И все записали, как было. Значит, если что, мы можем выйти на него. Работа идет. А что ты сделаешь? Это община. Без общины ничего этого не сделать. Я один. А что ты сделаешь? Один. Без вашей помощи молительной я бы сегодня с постели не встал. Чтобы это сказать, я буквально вместе с целого Бога выпрашивал. Говорить или не говорить. И я не под давлением кого-то, а на молитве прямо и щетка произнесена. Скажи. Еще не все потеряно. А человек говорит, ну община вся с пути Христова сошла, еще не все потеряно. То есть он вроде бы еще может что-то делать и спасать. Я не могу ничего добавить, кроме того, что залить со слезами. Повторяю, мне пришлось заниматься этим 58 лет. Это не просто так. Теперь, кажется, передали ФСБ, Московское управление, или как оно называется, какое будет решение. В патриархию тоже передали. Но ответа там нет, как всегда. У нас все остается на том же самом было. Мы не знаем. От нас уже ничего не зависит. Тем более митинги прошли. Это все в нашу пользу. Мы хотим, чтобы этого не было никогда. Гаватам, 5.12. О, если бы удалены были возмущающие вас. Как короткое все. Какое? Удалить. Мы этого не хотим. Для меня будет еще тяжелее, если человек этот уйдет. Я знаю, он обречен. Как правило, в этих вопросах большую роль играет семья, жена, дети особенно. Или мать. Куда ты попал? Ты тут даже в сектанты пошел, то другое это. И он не выдерживает. Это сильнейший козырь у них. Этого ничего нет. Тем более мы просили, приводили. И рады будем увидеть. Дальше. И 20 стих. 5.12. Павел говорил, ой, если бы удалили. То есть он не мог их удалить. Они захватили все уже. Не обрезайте, значит, никакие вы неверующие. А Павел говорит, обрезавшись, остался без Христа. Так, 20 стих. 5.20, да? 5.20. 5.20. И до услужения, волшебства, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненави. Вот видите, сколько перечисляют. Еще раз, внимательно слушайте, раздельно. И ересь в их числе, через запятую. Идолослужение. Идолослужение. Волшебство. Вражда. Волшебство, связь с сатаною. А ересь, в этом же тебе отвечать за это придется, как за самый настоящий смертный грех. Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. Оно все сошло к ереси, это и подводит. Он и соблазн подает, а еще в другом, и заблуждение. Все по порядку перечисляется, подводит к ереси. Я считаю, что апостол Павел не просто с бухты, как барахты брал, а он конкретно знал, и к чему это приводит, к ереси. Это смертный грех. Кремлянам, 16-17. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделений соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Это никак нельзя. А он будет делать, ничего он не сделал. Вы знаете, у нас когда уходили люди, судисты пришли с ними, они тут на перекрестке всех ловили, сразу ушли для семьи. Они что-то сделали? Никак. А мы по-прежнему держим двери открытые. И что интересно, как говорят, заглохли, нигде нет. Но вот на меня напала санэпидемстанция. Они мгновенно вылезли. Давите его! Покончите с этим лагерем. Моих нету, и ни детей, никого нет. Это злоба. Но они в старообрядщице, там по-другому они не могут. У них обязательно кого-то надо трогать. Триста с лишним лет в этом отлучении жить. И они из поколения в поколение передают. И виноваты эти, виноваты эти. А мы нигде ничего нету. Так вот старообрядщицы дух-то как раз в этом человеке, а не в нас. У нас мы молимся двух персов, треперсов. Никто ничего не спрашивает. И никогда, ни на исповеди, нигде. Мы смотрим широко. И приезжает когда к нам митрополит, и с ним семинаристы, хористы, из кого-то у нас не было. И даже тот был епископ Максим, и он приезжал. То есть мы признаны, да и без этого признания, главное, Христос знает, и все-таки. Первая книга Царств, 1523. А я попутно просчитаю, что такое ересь. Это отклонение от религии, противоречие церковным правилам. Ересь. Они другого названия не могут дать. Великих это самое страшное уже. Дальше некуда идти. И на него никак нельзя подействовать. Притом ересью увлечены были во времена Златоуста. На весь Константинополь столицу только одна домовая церковь, как у нас. Все остальные еретики захватили. И наконец Бог развернул обратно. А то ересь, старостной, вот это разносит. А я у них был, и то другое. Сейчас на меня столько лгут. В лагере было. Я ребенка отправил далеко, с тремя пересадками. Он одел, я его выгнал. То есть ни о чем. То есть каждый день фантазирует и фантазирует. И человек встал на сторону врагов. Знаешь, сколько мне приходится переживать. В черный список только за два года я больше 16 тысяч занес. И при том за ночь только до 70 звонков идут. С угрозами с разными. И брат, который близкий, дорогой. Ничего не могу сказать. И вдруг на той стороне. И там, может быть, он нарочно нас испытывает этим, но не похоже. Похоже с полной серьезностью все это. Потому что по интернету распространяет, что он такой учитель. Он что-то все знает. А тут и не община, ничего нет. Это все через мою призму смотрят. И прочее. Ну, шутя это не делается. Возвратиться никак нельзя перед теми людьми. Только полное покаяние. Сходить на исповедь. Назначить пост. Меня скажут, а ты веришь в это? Не знаю. Молитва идет страшно трудно. Трудно. Настолько трудно молитва, как говорится, со скрипом идет. Ну, я просто опыт большой имею. Вот сообщили сейчас там из Оренбурга. У жены там определили рак. И он приехал молиться. Любовь и Александр. А она любовь. Понимаете, вот молишься, как будто бы тебе... Подъемный такой сам получаешь. А здесь нет. Закрыто и все. Как будто нет человека, его кто-то стер. Я селом воспоминаю его. Знаю, надо. Сегодня ночью сколько раз вставал. Сейчас ночью, там еще часу не было. Он у меня не сходит с молитвы. Я просто ломлю все, что впереди стоит, чтобы Бог позволил пасть сатаны, который захватил этот лепрыкающий, разжать, вытащить его. Настолько он мне дорог, этот человек. Это мои страдания, они перед Богом будут. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство. И противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Непокорство. Понимаете, слова-то какие страшные. Царь. Он сам его избрал, Господь. И только одно неправильное дело сделал. Не дождался, когда Самуил подойдет. Те же самые животные были. Но ты раньше начал говорить молитву или что-то. И все, Бог отверг. Это волшебство. Это идолопоклонство. Еще раз, брат, прочитай. А здесь против всех святых отцов человек поднялся. Мало ли что сказали. Достаточно дома сидеть. Христос за меня умер, а не какой-то там Игнатий. Ибо непокорность, ей есть такой же грех, что волшебство. И противление, то же, что идолопоклонство. Противление, понимаете, противиться нельзя. Каноны, не нужны канонам. Понимаете, куда заехал человек. Какие толкования нужны, когда мне сам Бог открывает. Вы знаете, у нас была женщина с детьми, потеряевку ездила, думала. И что она показывает, как жжет иконы. Ей большие иконы дарили, и она их ломает и во дворе сжигает. А дальше она не останавливается. Покупает бутылку вина, все делает сама при счастье и все. А биография уголовника. Муж где-то не послушался, ножом чуть запорол. Несколько раз арестовывает за наркотики. И берут на себя такую миссию. Я знал хороших людей. Где-то что-то там не заладилось маленько. Хорошие, просто я знаю, православные. В один миг все потеряли. У меня 19-й том, там описано, был у нас Нафанаил здесь. И он помогал мне даже, без него я бы ничего не сдал, как бы не он был. Ира Монах. И он восстал против. Он учился здесь, в Алтайском государственном университете, на теологическом факультете. И руководительница там, мне звонила, Марина Маратовна Волобоева. У вас какие отношения с судником? Я говорю, хорошие. А он-то такое написал, диссертацию защищать. Я сколько лет был, внимательно все рассматривал. Я сказал, как не вернущий. Еще Бог попустил. Самое страшное для монаха. Размонашился и женился, уехал. Как будто Бог все отрезал и ничего нигде нет. Так это бесследно не проходит. У тебя нигде мира не будет. Потому что то, что ты здесь получил, ты сам показал своим приходом. Ты нигде не мог этого найти. Нигде. Тебя приняли как родного, как близкого. Человек даже говорит, что я еще не готов. Ну, судя по времени, тем более столько уже знал. Ладно, принимай крещение. У нас были здесь. Сильно привязаны к жене. Тот прежде, год раньше только где-то с ребенком. Мои жены, они все время были. Только покрестились и больше ни разу нигде. Хотя наш брат тогда уже говорил, они не ходят на подготовительное. А брата батюшка начал. На что он лезет? Батюшка себя спросится. Если бы брата нашего поддержал, А он строго говорит брат этот, его судят некоторые за это. А он ревнует о деле Божьем-то. И он тогда говорил, как же допускаете, он совсем не приходил, не занимались. И батюшка мне выговорил, ты смотри, что он делает-то, дескать. Я говорю, что он сказал. Он сказал, почему они остаются на занятия. Больше он ничего не сказал. Потеряевских детей, когда здесь послали, Никто не позвонил к родителям отсюда. Только он опять же. Где они будут жить? Кто с ними будет заниматься? Мне кажется, на суде Божьем все-таки будет по правде судимым. И дальше. Исход 25-40. Сейчас три места прочитаем. Исход 25-40. Смотри. Сделай их по тому образу, какой показан тебе на горе. То есть что-то на горе, когда он был, и Моисею было показано еще одно место. 26-30. Слушайте внимательно. Моисея не выдумывал. А там два херувима должны быть, как в скинии было. Еще храма не было. И поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе. Опять. 27-8. Сделай его пустою внутри, дощатый, как показано тебе на горе. Так пусть сделают его. Я спрашиваю, когда храм построили, кто построил-то? Да мало кто знает, кто построил-то. Третье царство 6-23. Будьте внимательны. Мы считали о скинии. И по устройству, и сделай херувима. 20-й главе не делай того, что на небе вверху. Я пишу, что на небе вверху. Облака, звезды, луна, солнце. И дальше херувимы, серафимы. Нельзя делать? Нельзя. А Бог повелевает 25-й главе. Сделай. Почему? Нельзя делать то, что уводит от Бога. Это приводит. Но там же людей не было. Икон там не было? Не было. Потому что ни один человек еще не взошел туда. А когда Господь вывел на разбойнику, сказал, не будешь со мной в раю, теперь по образу небесного со святыми. Вот у нас святые иконы. И Божья Матерь. Даже этого человек не может понять. По тому образу он сделал. Да, людей там не было, потому что на небе их и не было. Ни один не взошел. Разбойник первый. А дальше-то только в первые три века 470 тысяч было казнено христиан. Где они? Ты веришь в это или нет? Мы сейчас увидим, что духи живые. Они знают, что на земле делается. Я спрошу этого человека, если... Ты знаешь это? Что он знает, если не знает? Он не ответит. Я сейчас открывать буду, и увидите, что те, которые от нас ушли, верующие, они живые. Они молятся за нас. И сделал в доверии двух хирургимов из масличного дерева, вышиною в 10 локтей. 10 локтей это 5 метров. Локоть 50 сантиметров. Суть не поместились бы они. Ну, а ему повеление было или не было? Что на горе Соломону показано, не было. А дальше... А дальше просчитаем. 7, 25. Третий царств. Посмотрите, как он делает. Он делает не по повелению Божьему. Доброе дело не по принуждению делается, а по велению сердца. Оно стояло на 12 валах. Три глядели к северу, три глядели к западу, три глядели к югу и три глядели к востоку. Море лежало на них, и зады их обращены были внутрь под него. 12 быков в храме. Повеления не было. Дальше. 8 глава, 10, 11 стих. 25 стих. 29 надо было прочитать еще. 29. На стенках, которые между наугольниками изображены, были львы, волы и херувимы. Также и на наугольниках, и выше, и ниже львов, и волов развесистые венки. Как в виде огурцов что-то было. И теперь 8, 10, 11. Сейчас мы увидим. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень. И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господню наполнила храм Господень. И 63 стих. Это же главы. И принес Соломону мирную жертву, которую принес он Господу. Слушайте меня. 22 тысячи крупного скота и 120 тысяч мелкого скота. Понимаете, ни один мясокомбинат бы сегодня столько не было. Ну, 120 тысяч человек. 22 тысячи быков. И дальше. Ну, это он придумал сам. И там написано львы. А львы вообще нечистые животные в храме были. И слава несравненного Бога наполнила. Сектанты никак не могут понять, как это можно было в храме. Тебе зачем думать, как, когда написано. Облако наполнило, священники стояли на улице. Господь наполнился. Вот это и есть упрямство, противление. Богу угодно то, что от сердца делается. И Бог принял эти изображения. Ну, мы знаем, сколько лет прошло, храм был разрушен. Он назывался Соломонов. А Христос пришел в храм, и храм назвал Дом Мой. Дом молитвы на речи. Дом его. А кто его строил, этот дом? Ну, кто? Зарвавель. Иисус Сын Ясидеков. Зарвавеля в храм. А в нем были изображения. Изображения икон. Икона. Иконы были. Резные изображения. От пола до потолка. Внутри и снаружи. Из Икиля 41, 17. И Господь не сказал, что тут изображение едацкое капищников. Нет, Дом Мой. А вы-то его сделали своими поступками кем. И, значит, с этим тоже не надо. Так, 2 Фессалитисм 2, 15. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Значит, держать надо предание, которое мы знаем, какое говорит. Так всегда было. Крест всегда был. Вот говорит, вера, надежда, любовь. Я сегодня говорил на занятии. Вера изображается крест. Надежда, якорь. И апостол Павел, посланник Ефесян, об этом говорит. А любовь сердцем всегда все рисуют. Ну, и графическое, как сказать, изображение. Так, 2 Фессалитисм 3, 6. Завещаю же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Хорошо, Евреям 12, 23. Бесчиня. То есть, щин какой? Над нами есть Бог, ангелы хирургимы, святые люди. И поэтому мы молимся. Евреям 12, 23. В этот стих сектанты не могут перейти никак. Мы приступили... Но вы приступили... С 22 стиха. Ну, вы приступили к Горисиону и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов. Мы к ним приступили. Как приступили? Да никак, молитвой как. Мы же их не видим. Дальше. К торжествующему собору и церкви первенцев. Они намерены торжествуют. Написанных на небесах. И к суде всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства. Духи праведников, достигших совершенства. В родительном падеже, достигшие совершенства. Не просто духи, а духи, принадлежавшие праведникам. И поэтому... А скажут так, что они могут знать? Откровение 6.9. Мы увидим, они знают, какие события, какой строй, какой митинг, какой здесь... Что делается где-то, какой Майдан устроили. Святые знают это все. Слушайте внимательно, внимательно. Это вам сгодится не один раз. Я к тому, что то, что у нас иконы есть, это и по слову Божию сходится, и по церковным преданиям. Да и чудеса, я уж не говорю, сколько было. Когда Мерланд, когда дошел, принесли к Ельцу Владимирскую икону Божью Матерь, икону. И как его мощь Божья Матерь явилась со старцем, он развернул, сразу на Астрахань пошел. И разбил российского постоянного врага, и сам ушел, как в песок. Это чудо Божье было. Итак, Откровение 6.9. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души, убиенные за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И дальше? И возопили они громким голосом, говоря, Да коли, владыка святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И даны были каждому из них одежды белые, сказанные им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, и как и они, дополнить число. Ну, понимаете, мы просили о чем-то, и вдруг Бог дал сильных людей, а они умерли. И там они знают, да коли не мстишь, что они неотомщенные, видят, они пенсии получают отлично, мол, что там в Авилову других расстреляли. А Господь сказал, ну теперь утихнет, и будет мирная обстановка, и будут люди потихоньку умирать, потихоньку на небо подниматься. Нет, дополнить число, убиенные, как вы. Бог ждет нас там. И этот порог мы должны когда-то, может, будем переступить через что-то, другие испытания. И как говорили святые, если бы мы были, мы бы, наверное, не выдержали. А мы уже вплотную-вплотную подошли к этому. И поэтому помолитесь, о ком я говорю, чтобы Господь спас, повернул назад и вернул. Вне церкви нет спасения. И дальше. Деяние, 28 глава. 20 стиха, кажется. Очень полезный, как апостол сидел в вузах, и что было с ним. Деяние, 28 глава. 21, вроде. Или 20. По этой причине я призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надеждой Израилеву обложен я этими узами. Он в тюрьме сидит, а люди, которые свободные, пришли, и он там устроил собрание. Они же сказали ему, мы ни писем не получали от тебя из Иудеи, ни из приходящих братьев, никто и не известил от тебя, и не сказал что-либо худого. Я попутно хочу сказать, подобного оратора, корифея, мысли, церковь Божия не имела больше. Я когда разговариваю с разными людьми других исповеданий, они люто ненавидят Павла, остальное сойдет. И когда считаешь Евангелия Теана, оно испорчено. Оно испорчено. То есть, неверная у нас Библия, я говорю, я вашу книгу не трогаю, не критикую, они сразу кидаются сюда. Не надо трогать, это Библия. Ну уж, как Бог даст, но приходится сеять каждый день по нескольку часов. И дальше. Павел говорит, перед ним собрание, в тюрьме. Впрочем, желательно нам слышать о тебе, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божием, приводя свидетельство, удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. Так, с утра до вечера апостол Павел, ну, наверное, все пали и сказали, мы желаем быть христианами. А что дальше случилось? Одни убеждались словами его, а другие не верили. Еще дальше случилось. Будучи же несогласны между собой, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. Хорошо, Дух Святый сказал Отцам нашим через пророка Исаию. Пойдите к народу сему и скажи, слухом услышите и не разумеете. Очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули. Да не узрят очами и не услышат ушами, и не разумеет сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. И так, да будет вам известно, что спасение Божие, посланное извечникам, они услышат. Вот весь ответ. Что они получили? То, что получили, здесь медицинский осмотр прошел. Уши запечатаны, глаза закрыты. Господь изберет на ваше место другого. Не думайте так, что я уйду и пусто. Господь уже находит. У нас была такая вот, какая-то там Елена ушла, с ревом буквально проклинать. И вдруг сразу несколько Елен в разных местах, городах появились. Сразу же. Бывают такие имена, которые, ну, все время как-то нападают, больше всего. Александр. И вдруг от Александра пять сразу приходят с разных сторон. У нас был здесь, который сделал Савром Вячеслав. Один из лучших близких помощников сейчас там. Тот никогда бы этого не сделал. И при том, за каждым словом обращается. А как вы бы сказали здесь? Ему это показано. И при том, это все сохраняется. Я часто приводил, что председатель, кажется, Молодежного союза православного, Мещеринов Петр, Игумен, монастыря там Данилова, кажется. И вот они там, этот, который бы, как этот сосед от нашего сборези. Ну, звать его, кажется, Георгий. Да. И вот они беседуют между собой час с лишним. А теперь меня попросили рассказать. Как они говорят? Они отношения с властями, то другое. Я говорю, сейчас 40 примеров беседуют, а ответ всего 7 стихов в Писании. И внутри нас сразу же выставили в этот же день. 7 стихов в Писании, больше ничего не надо. Учите людей. И они будут определять, как относиться к власти, как к их решениям. А почему? 1 Тимофеевич 4, 16. Вникает в себя, обучение, занимается постоянно. И вот так поступаю, себя спасешь, слушающих себя. А так не поступаю, ни себя, ни слушающих не спасешь. Еще немного прочтем. 1 Петра 5, 8. 3 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как крыкающий лев, ища кого поглотить. И последнее. Матфея 15, 13. Он же сказал в ответ. Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится. Страшно, конечно. Я прошу всех искренне, искренне, помолиться и сегодня, и завтра. Мне никак нельзя это уже не говорить было. Я не называю. Вы только никогда не подходите. Даже беду не давайте, чтобы поняли, о ком идет речь. А когда Господь позволит нам быть на собрании сейчас, я покажу, как умно все люди рассудили. Какая причина, что этому послужило. Прямо по пунктам все выставляет. И за нас переживают люди. Как там? А как у апостола Иоанна Диатрия? Не только нас не принимают, но и кто нас принимает, он тех блокирует всех. А у Христа как было? Мы знаем, что даже из Теории с 12 оказался один совсем не тот. А у апостола Павла все меня оставили, один Тимопей при мне. Все покинули меня. Это означает нам, Господь, готовить что-то большее. И поэтому на руках из раненого этого брата мы должны донести. А он не захочет. Ну, где бы он ни жил, мы все равно будем доставать молитвы его. Чтобы Господь обратил его в святую православную церковь, в которую он уже примкнул и уже получил полное троекратное погружение. Богу нашему слава в обете. Аминь. Аминь.